Всем привет! Ну что ж, как я и думала, у меня ни фигурочки не получилось вам снять, пока я была за границей, так что две недели вы от меня отдыхали, но я думаю, что это иногда полезно отдыхать тоже. В общем, в любом случае, я очень рада вернуться, и мне дико странно сидеть перед вами и снимать сегодня. Ну ладно. Сегодня 1 марта, так что я поздравляю всех с весной, да? Весна приходит 1 марта, да? Да, весна приходит 1 марта, я очень люблю весну по двум причинам, что уже не холодно, еще не жарко, очень классная погода, особенно в Израиле, и также я родилась в марте, поэтому для меня марта это такой особенный месяц, не только я родилась в марте, моя вся маленькая семья родилась в марте, и Дона, и Нецер, так что мы все мартовские. Вот, а сегодня я вам хочу рассказать и показать свои фавориты за эту зиму. Итак, я беру свой телефон. Вообще, напишите мне, как у вас дела, давно с вами не общалась, хотя я на протяжении всего момента, что, всего момента, на протяжении всего того, что, всего моего поезда в Ригу, язык заплетается, это дико странно снимать после того, как так долго не снимала. На протяжении всего своей поездки, на протяжении всей своей поездки в Ригу я вам снимала влоги, кто не смотрел мои влоги, вы можете заходить на мой канал влогов, ссылка на которые всегда есть в инфобоксе, и посмотреть, как мы с Нецером отдыхали в Риге, зачем мы туда ездили, и что мы там делали. Итак, вот я все записала в телефоне, давайте буду вам рассказывать, что же я любила этой зимой. Первое, что я очень любила этой зимой, это кисти Зоива. Кто из вас смотрел мои влоги, вы знаете, что я выиграла комплект кистей у Зоива, мой первый в жизни выигрыш. Я никогда в жизни ничего, где я никогда не выигрывала вообще, и я была просто на седьмом небе, потому что это дико круто выиграть что-то, что ты очень хотел, и причем в первый раз в жизни вообще что-либо выиграть, это дико классно. Поэтому мой выигрыш еще не пришел, я сделала еще и заказ там, короче, когда все от Зоива придет, я вам все покажу, расскажу, просто сделаю отдельное видео. В любом случае, мы любимые кисти этой зимой были кисти от Зоива, и в частности, вот эта косметичка, я вам уже ни разу ее показывала, я очень-очень люблю эту косметичку, она очень вместительная, она очень удобная. Я с ней последние два раза ездила за границу, всю косметику складывала сюда, она у меня, если честно, заляпанная вся в тональнике, которая не смывается, вот это минус. Как бы я ни пыталась, он вообще не смывается, но, в общем, очень вместительная косметичка, это был сет, да, которым называется Golden Rose, если не ошибаюсь, кисти немножко попользованы, но в любом случае, это не у меня. Это все кисти для лица, для глаз я вам не показываю, потому что для глаз я пользуюсь дико редко, а вот для лица кисти, ну, просто шикарные, очень их люблю. Вот эта вот пятерка, которая была в этом сете, да, в этом наборе, в общем, очень суперские кисти, всю зиму пользовалась ими с удовольствием, просто мои самые любимчики. И все другие кисти, которые у меня были, я оставила, я вообще сделала очень громадную чистку в кистях, и я оставила только Zuvia Real Techniques, все остальное, что у меня было, в основном все остальное, все остальные наборы, которыми я уже целый год не пользовалась, я их подарила, чтобы лишнего хлама дома не было. Следующий фаворит, что я вам покажу, это вот шампунь и кондиционер от Ozy, да, Ozy мы будем правильно произносить, и в прошлый раз не помню, как произносить надо было, и в этот раз не помню. То ли Ozy, то ли Ozy, в общем, вы знаете, это австралийская фирма, шампунь у меня, который называется Volume, а кондиционер это Miracle Shine, очень мне понравились эти шампуни, с удовольствием пользовалась всю зиму, я их как раз купила, когда была в ноябре в Ирландии у мамы, и вот приехала, и, в принципе, примерно всю зиму им попользовалась, я, конечно, пользовалась еще и другим, потому что у меня такого шампуня маленького, 250 миллилитров хватит буквально, может быть, на месяц, на всю зиму мне его, конечно, бы не хватило бы, но я ему периодически пользовалась другим, и этим. Очень хорошие шампуни, очень мне понравились, мне нравится в этих шампунях то, что они, знаете, не для сухих волос, не для нормальных, не для жирных, они именно для какого-то эффекта, который вы хотите на волосах, например, здесь для объема, здесь для блеска кондиционер, и, в принципе, то, что здесь написано, они это и делают. Этот шампунь, да, дает корням небольшой такой объем, конечно, не какой-то объем, если его делаете специально, насколько шампунь может дать объем, и этот кондиционер, он, да, дает блеск волосам, поэтому мне очень понравились эти два продукта, и я уже подсматриваю в Израиле, что купить, у нас есть немножко другие, у нас есть на каждодневное пользование шампунь и кондиционер, и есть для фризовых волос, то есть у кого вот эти, как у меня, маленькие шифунтики стоят в разные стороны, вот, наверное, для фризовых я себе купила. Если вы обратили внимание, что я немножко говорю тихо, это потому что, знаете, работал ночью, но он спит, и я, как видите, как все это снимаю в большой комнате. Следующим фаворитом этой зимы был вот такой вот спрей для тела, это спрей Body Masturizer от Vaseline, у меня он был Salor Vera, там есть много разных, шоколадный я очень хотела, но мне не получилось купить, я бы покупала тоже в Ирландии, когда была, это в частях несколько пустых баночек, это уже пустой, но я им пропользовалась как раз все лето, насколько мне, лето, зиму, насколько мне выхватило на эту зиму. Ну, это интересная штука такая, знаете, вы просто берете, пшикаете на руки, на ноги и потом растираете. Казалось бы, ерунда, но интересная ерунда, и оно сокращает время, я тоже сначала была скептически к этому отнеслась, думаю, ну как может быть сокращать время, да, какая разница, или вы наносите на руку, или берете откуда-то крем, или пшикаете, ну как ни странно, это да, немножко сокращает время, потому что вы пшикаете именно туда, где вы хотите распространить это средство, то есть где вы хотите растереть его, в общем, классная штука, моментально впитывается, вообще вазелин я люблю, вы знаете, я очень люблю вазелин, они очень хорошо впитываются. Так что, да, если вы Находите где-то в Европе, где-то продается Или вы живете в Европе, но еще не пробовали Сходите, попробуйте, я думаю, вы тоже Не зачаруетесь Следующее средство Телефончик, показывай, что я тут написала Следующее уходовое средство Давайте пойдем вот так вот по порядку Расскажу вам Да, умывалка Умывалка для лица Когда я была у мамы Я, когда была у мамы, купила много вещей Которые сейчас вам, в принципе, очень много стало фаворитом Поэтому сегодня вам рассказываю Я, когда была у мамы, у меня был купон В магазин Boots, кто живет в UK Знаю, что такое магазин Boots Косметический магазин И у них есть марка Их косметическая марка, насколько я правильно знаю Это Number 7 У них вот есть такое средство для лица Которое называется Hot Clothes Cleanser То бишь, это средство Которое вы берете на сухую кожу Вы его наносите, я делаю сюда два нажатия Наносите на все лицо На такое кремовое, плотно кремовое лицо Потом берете вот такие вот трапочки Вот такие вот, они как марлечки Да, такая как марлечка Мочите под водой Нужно мочить это под горячей водой И этой трапочкой потом смываете все это средство Очень мне это средство понравилось Просто полный-полный восторг Я его купила только потому, что Я слышала много у англоязычных ютуберов Что это классное средство Оно хорошо смывает макияж Поэтому я купила смывать макияж Оно просто офигительно смывает все Потом, когда я провожу тампончиком С каким-то тоником Ничего на лице уже нету Личко чистенькое Просто супер Также смывать можно им глаза Вообще ничего не щипет Ничего не раздражает Просто офигительное средство К сожалению, я его нигде купить не могу А на ebay цены, как всегда, в раз в 10 дороже Поэтому сейчас, когда пойду к маме Я обязательно куплю еще себе таких парочку Потому что у него очень адекватная цена Оно, по-моему, стоит около 10 или 12 фунтов английских Если вы живете в Англии, вы еще не пробовали Я вам очень-очень советую пойти попробовать Это для всех типов кожи У меня кожа в Израиле комбинированная и жирная Потому что в Европе она у меня по-другому себя совсем ведет Она у меня в Европе нормальная Немножко комбинированная Но очень хорошее средство Очень хорошо увлажняет Кожа после него не стягивается Ничего, все смывает Вот эта вот тряпочка помогает эксфилировать лицо Не забивает поры В общем, ну, просто супер Вообще, у меня эти тряпочки такое чувство Что-то, знаете, все новое, хорошо забытое, старое Вот такое у меня чувство У меня еще есть Еще одна есть такая тряпочка И многие, я знаю, что пользуются такими вот Маленькими полотенчиками для лица Знаете, абсолютно вот такие вот маленькие полотенчики Тоже их мочат И тоже потом любые средства смывают этими полотенчиками В общем, ну, попробуйте Это очень хорошо, хороший такой легкий способ Эксфилировать вашу кожу Я в последнее время вообще перестала пользоваться скрабами для лица Потому что у меня вот этих вот всяких маленьких тряпочек хватает И также я начала пользоваться вот этим вот Кунжутовый спонж Кунжатовый Забыла Я, наверное, записала Кунжак Кунжак я записала Я не знаю, почему я записала В общем, этот спонж, который сделан из этого растения Которое вроде с Японии к нам пришло Тоже очень хорошая вещь Очень мне нравится Он очень хорошо вычищает поры И я иногда пользуюсь вечером Очень люблю им пользоваться утром И можно пользоваться без любого средства Если вы не любите утром умывать ваше лицо каким-либо средством Можете просто его намочить Когда он уже полностью мокрый и разбухший Просто вот так вот круговыми движениями хорошо промойте Не нажимая сильно ваше личико И вперед идти В общем, тоже вот такие вот всякие штучки Мне помогли забыть абсолютно о скрабах для лица Поэтому вот Очень советую Следующее средство, что я вам покажу Это такое масло Масло шиповника Масло шиповника от фирмы Pai Я им пользуюсь на ночь Оно действительно очень хорошо увлажняет кожу Оно лечит кожу Если у вас есть какие-то неровности Оно помогает эти неровности загладить Если вы пользуетесь постоянно Не после одного применения А после нескольких применений Помните, я вам рассказывала про свое масло Кларанс Лотуса Вот оно у меня на лето Вот это вот на зиму У меня примерно такие же впечатления О том масле и этом масле Очень хорошее масло Советую попробовать, если вы его еще не пробовали Оно действительно стоит Как ночной уход Оно действительно очень-очень Вот такой вот Настоящий ночной Хороший питательный уход Для комбинированной кожи В общем, очень-очень мне нравится Я и очень-очень Ну смотрите, какое оно абсолютно Экономно-экономно Вот экономно, видите Я набираю Его нужно 5 капелек Мне на лицо хватает 5 капелек примерно Кларанс мне хватает 3 капельки Этого нужно 5 Потому что оно более такое Жиженькое масло Ну такое более как бы Легкое что ли Если так правильно сказать А утром после него Нужно умываться обязательно Каким-нибудь Каким-нибудь средством для лица Потому что Видите, у него такой вот Желтый цвет А каким-нибудь желтым цветом Он наносится на лицо И утром, если вы не умоетесь Потом, когда вы будете Протирать свое лицо лосьоном То у вас лосьон будет полностью Вот такой вот желтый Поэтому утром Я после него всегда Всегда умываюсь Каким-либо средством Но очень мне нравится Очень-очень хорошо Работает на моем лице Средства, что покажу про него Сто раз вам уже рассказывала Консилер от Нарс У меня в самом светлом номере Который называется Чантели Если я правильно Образношаю Сто раз вам уже рассказывала Всю зиму он меня спасал И замазывал мои прыщики Я вам даже показывала В одном из видео Где я делала для себя макияж В общем Очень любила этой зимой Вот это средство И это для прыщиков Мой самый-самый-самый Любимый консилер Пока лучше него Я еще как-то ничего не находила И также Этой зимой Я любила вот такой вот Зеленый лак Который мне подарила моя Олька Он номер 571 Porsche От Revlon Я про него вам рассказывала В прошлом видео Нет, позапрошлом видео Когда я рассказывала Про любимые лаки Очень классный Красивый Холодный Зеленый лак Смотрится на ногтях Просто обалденно Я им вот в том момент Как мне Оля подарила его Она мне подарила его Как раз В конце декабря В том момент Я уже пользовалась Наверное Раз в 30 Просто Обалденный лак И последнее Из косметических продуктов Что сегодня вам покажу Два моих любимых аромата На зиму Были вот эти два аромата Один аромат от Есимяки Его оригинальный аромат Цветочный Как я вам уже Он так интересно Пузырится Как будто бы там есть Глазы Интересно А я вам уже говорила Что мне напоминает Запах сирени Ах Обалденный аромат Он оставляет шлейф Он держится весь день На мне Очень-очень-очень Мне нравится Это мой уже Не знаю Десятый бутылек Это мой фаворит Уже очень много лет Про него Я вам тоже рассказывала С их парфюмах В парфюмах у меня Абсолютно ничего Не поменялось Ничего нового Не добавилось Только старые уходят Я как-то Сейчас пытаюсь Сократить все парфюмы Которые Я из них выросла Я им допользуюсь Выкидываю И буду как-то собирать Не то что коллекцию Собирать Буду новые ароматы Приобретать Потому что Мои вкусовые качества В некоторых ароматах Очень поменялись И также Этой зимой Я очень любила Диогжедо Очень любила Тоже у меня по-моему Оригинальная версия Очень Хороший такой Богатый Парфюмированный Запах Как обычно Габи объясняет Все хорошие запахи Тем что Они просто Парфюмированы Ну вот Не знаю По-другому не могу объяснить Это вообще не могу объяснить Но очень хороший запах Он мне очень нравится Но я думаю Что большинство из вас Знают Что это за запах В общем Этой зимой Я пользовалась Или тем Или этим И они на мне держатся Просто весь день И мне нравится Что я их чувствую На себе Даже не то что Вот я иду И прям чувствую А вот если что-то Не знаю Там руку Так вот подставлю Чувствую Не знаю Там кофту подставлю К носу как-то Или унюхаю себя Чувствую В общем мне очень нравится И так Мы переходим Просто на самый Обыкновенный Хаворит И что я любила Этой зимой Что я тут написала Этой зимой Я для себя открыла В Израиле Магазин Априль Я всегда Не прибегала Этим магазин Это магазин В основном Парфюмерии Косметики Там есть абсолютно Несколько фирм Но в основном Там парфюмерия Если вы ищете Какие-то Необычные духи Что-то Чего нету В обыкновенных Магазинах в Израиле То идите в Априль Там есть много Фирм Марок Селективов нет Но Много интересных Таких Которых нет В других магазинах Поэтому обязательно Идите Если вы ищете Том Форда Например Кто-то хочет попробовать Том Форда Там есть Миллионов Том Форда В общем Я для себя Этот магазин открыла В плане цен Я не знаю Насколько он дороже Дешевле других магазинов Это нужно Наверное Смотря какие духи Вы покупаете Для меня Конечно Однозначно Этот магазин Было открытие Потому что 14 лет живу в Израиле Скоро будет 15 И все эти Года Я просто Не пренебрегала Этим магазином Я никогда в жизни В нем Ничего не покупала И в этом году Я там столько Перепробовала духов И для меня Это было такое открытие Что там есть Столько вариантов И как вообще Раньше я этого не видела Зимой я очень любила Конечно же Чай Чай Я всю зиму пила Чай И самые мои любимые Чай Это конечно же Чай с восточными Специями Как корица Как может быть Немножко гвоздичка В общем Разные такие чай Они обычно Называются Новогодние чай Вот у меня есть Пример вот такого Чай от фирмы Greenfield Он так и называется Christmas tea Или я покупаю Чай на развес Что это мой Вообще Самый любимый Чай Я сейчас Когда ездила в Ригу Конечно же Я была в чайном В своем любимом домике Вы видели это Во влоге И конечно же Я пила свой чай Раз 10 Просто обалденно Ну не 10 раз Это я утрирую Обалденный чай Ах Ой Он самый вкусный Обязательно черный Я больше люблю Черный чай Не знаю почему Просто обалденный Восточный Такой остренький чай Ах Очень вкусно В общем Это мой Каждый зимний фаворит Каждую зиму Я себе ищу Вот эти вот Остренькие Чаи со специями Очень сложно найти И когда я езжу в Ригу Или когда я хочу ехать в Ригу Или кто-то едет в Ригу И спрашивает Что мне привезти Я всегда прошу привезти Мне вот этот чай Потому что для меня Это самый-самый-самый Фаворит на зиму Он так согревает Придает такое праздничное Теплое настроение Еще к нему Какие-нибудь перцовые Или имбирные Перцовые Только по-моему В Риге есть печеньки из перца Может где-то в другом месте Есть не знаю Но вот эти имбирные печеньки Вообще Супер Этой зимой Я также очень любила Переорганизовывать Свой туалетный столик Я его наверное Переорганизовала На раз 10 Меня это успокаивает нервы Ницер каждый раз Когда заходил в комнату Говорил Ну сколько ты его будешь Переорганизовывать Ты уже и так поменял И это поменял И это поменял В общем Все время переорганизовывала Что-то меня не удовлетворяло Что-то меня удовлетворяло Я вам даже вчера Я закончила переорганизовывать Его последний раз Потому что еще купила Несколько подносиков Икеи И вам оставляла фотку в инстаграме Поставлю где-нибудь здесь Вот Так что Меня это дико успокаивает нервы Вообще Организация Складывать вещи Переорганизовывать Делать какие-то новые Новые Не знаю Организации вещей Мне это успокаивает нервы Я это люблю Я это дико-дико часто делаю Вот Это вот такой вот Фаворит Успокаивания Успокаивания нервов на зиму Этой зимой Мне очень понравился фильм Прости за любовь Это испанский фильм Такая обалденная Романтическая комедия Он простой Никакой там Не зафуфиренно Надуманный Очень легко смотрится Очень нежный Милый Такой романтичный фильм Если я найду ссылку Где я его смотрела онлайн Я вам конечно же Обязательно оставлю Так же мне понравился Комедия русская Восемь новых свиданий Мне нравился Первый фильм Восемь первых свиданий Так же понравился Восемь новых свиданий Я знаю что сейчас в России Везде он по-моему идет В кинотеатрах Но я из тех Кто смотрела его Дома онлайн И я дико смеялась Короче мне показалось Он супер таким Классным Легким фильмом И так же я в Риге Смотрела 50 оттенков серого Фильм который По поводу которого Был фурор во всем мире Насколько его Прорекламировали И В общем был полный фурор Я знаю что Очень многим он не нравится И очень многим он не понравился Как я говорила Во влогах Нэцерон кстати Тоже очень не понравился Мне он да Понравился Я не читала книгу И сейчас начала читать книгу Потому что после фильмов Не захотелось прочесть книгу Как раз сейчас читаю Это просто сделали Знаете Такая романтическая Драма С сценами эротики То есть там нету ничего Там нету ничего Ни порнографического Ни садомаза Как насколько я знаю Что есть в книге Поэтому это такой легкий Женский фильм Может быть поэтому Мужчинам он не понравился В любом случае На этот счет есть много мнений И вы мне Во влоге тоже Высказали свои мнения Кто-то за Кто-то против Кому-то он очень понравился Кто-то его Не мог терпеть В общем ваши мнения Тоже разделились на 100 разных мнений Я вам скажу так Если вы собираетесь смотреть этот фильм То сделайте себе одолжение Если вы хотите его смотреть дома Не смотрите его в ужасном качестве Который он сейчас есть в интернете Подождите И посмотрите его в хорошем качестве И если вы знаете английский Посмотрите его на английском Потому что я смотрела его чуть-чуть на русском В интернете Когда искала для вас Ссылку Я так и не нашла Что-то нормальное Перевод на русский Просто отвратительный Все смешные моменты На русском Не звучат смешными Поэтому если вы понимаете английский Сделайте себе одолжение Посмотрите его на английском Или хотя бы с русскими Субтиртами Ну не знаю Русский перевод просто отвратительный На мой вкус Потому что в кино Я вообще люблю смотреть много фильмов в кино И даже простые фильмы Люблю смотреть в кино Потому что я просто люблю ходить в кино Поэтому я по поводу этого плана Не напрягаюсь Но этот фильм Из-за того, что там есть много Эротических сцен Он немного Может вас смущать в кино Как бы меня он особо не смущал Но это было смешно Знаете, когда начинались Эротические сцены этого фильма То это было смешно в зале Все сидят в зале Значит, кушают попкорн Знаете, тут Тут начинается сцена Такого И все как бы застихают Это хрумканье попкорна Вообще смотрится Было очень смешно Немножко ты себя, наверное, неловко чувствуешь Мне как-то Эта неловкость не особо Все нормально чувствовало Ну, эротика-эротика, да Вот, так что Мой вот такой Вам два таких совета Если вы будете смотреть дома Пожалуйста, посмотрите в хорошем качестве Потому что То, что есть в интернете Оно в плохом качестве И там нету десяти минут Разных маленьких частей фильма И то, что есть на русском И перевод просто отрастительный На мой вкус Поэтому Я вам советую подождать И посмотреть это уже В хорошем качестве Или с нормальным переводом Или на английском С хорошими субтитами И последний фаворит Каждый минуту Я вам чуть-чуть сняла Если вы хотите посмотреть Немножко то, что я сняла Я вам ставлю ссылку На именно конкретно На тот влог, где был концерт Зайдите, посмотрите Это было просто волшебно Я Меня он оставил С такими впечатлениями Что, во-первых, я хочу еще раз На его концерт Теперь я хочу на все концерты На которые я раньше хотела Но говорю А, ну не страшно Посмотрю по телевизору Нет, я хочу смотреть Теперь вживую концерты Это обалденно Это такие впечатления Это вообще не сравнится ни с чем И я хочу вам посоветовать Что если есть какой-то Что-либо, что вы хотите посмотреть Не знаю, фильм Какое-то театральное представление Цирк, концерт Не важно что Сделайте себе одолжение Купите билет И сходите, посмотрите Вы не представляете Сколько удовольствия Эмоций И положительных чувств Вы получите Это просто непродаваемо Это передается только Классных эмоций Это просто было супер Если мы уже заговорили О, Эдди Ох, я просто в восторге От его музыки сейчас У меня сейчас такая У меня сейчас период такой Знаете, мне 15 лет И я люблю это И я хочу сказать две песни Которые мне очень нравились Этой зимой Это песня, которую он сделал К сериалу Цены анархии Или, может быть Я не уверена, как он на русском называется На английском он называется The Sons of Anarchy И песня называется Make it rain Это просто самая Эротичная Песня За всю зиму Я просто в восторге От этой песни Может быть кому-то Она, кстати, может показаться Немножко скучной И песня, которая сейчас Будет, наверное, хитом Сейчас он заходит На эти самые На все На радио На все В общем, везде Он сейчас ее Как это говорится Рекламирует Это Black Swim Тоже обалденная песня В общем Все песни Это обалденные Мне все нравится Но здесь две такие песни Которые Я просто, знаете На перекрутке слушала Одну, вторую Одну, вторую И вообще Я его уже все концерты Посмотрела Где он был У меня сейчас такая Стадия фанатизма По эду Ну, у меня бывают Такие стадии Пройдет Но в любом случае Концерт его был Просто Реально волшебный И знаете, чем волшебный Был его концерт? Что он выступает сам У него нету никто Чтоб с ним кто-то играл Он на сцене сам У него есть этот аппарат Который называется Педаль какая-то там Там есть, по-моему Шесть педалей Которые, когда он начинает петь Просто, к примеру Привожу, он начинает петь Делает какую-то там Не знаю Мучит, мучит что-то Потом он нажимает на педаль И это мучание Как бы остается Как бы подпевка На заднем плане Он начинает что-то петь другое Но это мучание Я так говорю, мучание В общем, это То, что он пел до этого Что обычно Несколько людей Поют на заднем плане Его же голос С помощью этой педали Продолжается играть То есть, оно это просто Что-то фантастическое Как он играет Вообще, все живьем Ну, это просто, короче Что-то, что-то нереальное Я хочу еще раз на его концерт Мы сейчас будем искать Когда его будут концерты Не знаю, где-нибудь В Дубле, не в Лондоне Мы обязательно Еще раз туда полетим В общем, две песни Что я вам сказала Make it rain in bloodstream Ну, что ж Двадцать в всем Ну, как я всегда наговорила Ничего мне можно Я две недели не была Так что, надеюсь Я вам не надоела Следующее видео Будет о покупках Как вы понимаете После того, как В этот раз мы летим В этот раз мы летим